Всем привет, ребятушки! Это мой новый влог. Точнее, наш с Андреем новый влог, да, котик? Мы сейчас еще не ложились. Сколько сейчас времени? Восемь утра. Многие люди уже проснулись для того, чтобы идти на работу, еще что-то. А мы еще даже спать не ложились. Потому что у нас был такой насыщенный день. Вчера я монтировала там то по дому что-то делала. Потом Андрей начал снимать видео, потому что вышел новый выпуск «Беременна в 16». Очень, кстати, интересный. Новый сезон. Я сейчас его монтирую, потом поставлю на загрузку. Пойдем со Снежкой отдыхать. Решили снова коленчик забить. И потом проснемся где-то в обед. И будем собираться, чтобы поехать на скиллап от нашей партнерки Юлы. Там будут рассказывать что-то про Ютуб, новые изменения. Потом думаем, планируем полетать по вечернему Киеву. Возьмем своего квадрокоптера. Главное, чтобы погода была хорошая, не дождь, ничего. И потом мы разойдем. Там рядом будет кальянная тяга, как раз очень рядом. Там прям вообще совсем рядом. А потом, наверное, закинем Диму еще домой. И уже опять попутимся с Снежкой вдвоем дома. Да. Вообще, если честно, очень прикольно, когда есть партнерка своя на Ютубе, что часто приглашают куда-то, да, ходят? И в кино там, и на какие-то мероприятия. И в кино с Диму не приглашали. А сегодня вообще там будут обучения, потом как развивать Ютуб. Очень интересно будет. Какие новые алгоритмы, на что нужно обращать внимание. Что Ютуб каждый раз немножко меняется. Ну и всегда нужно быть в теме. Может быть интересно, что узнаем. И, например, когда приходишь в офис этот, нету такого чувства, что ты пришел к чужим. Ты такой чувства, как будто... Мы не в офисе будем. А где? Другое место. Это возле тяги. Ну, в общем, где мы не были, всегда уютно, скажи. Да, они стараются, да, и там даже поставить какую-то еду, напитки. Даже когда мы снимали мафию, они, ну, там Андрей принес там камеру, все там, съемки были, так они сами подготовились, там еду сделали, напитки. Да, да, напитки были, хотя они обязаны были просто здесь снимать. Они остались, во-первых, даже после работы. То есть они не должны были, но они остались. И пришли типа те люди, которые, по сути, я пригласил. Вот, и мы, да, то есть они молодцы. Да. Так что, вот такие дела. Сейчас будем ложиться уже с падки. Кто-то просыпается, а мы с падки. Ну, мы так редко. Ну, просто выпуск новый вышел, надо его снять. Надо поработать чуть-чуть бывает. Так что, ребята, следите дальше за этим видосиком. У вас каждый влог интересный, мне кажется, по-посвоему. Ну, он бывает немножко скучным, а потом бывает такой момент, что... Боже, мне кажется, у людей, которые бывает снимают, вот у них там бывает скучно. А у нас вообще каждый видосик, вот, то я рогаю, то, бля, еще что-то. То, блядь, коптер потеряют, то его нахер разобьют, то еще что-то. Я думаю, у нас реально есть что смотреть. Поэтому, ничего не хочу сказать, но, ну, ребят, согласитесь. Ну, далеко не скучные видосики получаются. Пришел мой стабилизатор, Андрей только что его забрал. В общем, если все... И все одновременно, получается. Просто вы этот, что-то, наверное, не кинули в эту поставку. В общем, если все будет отлично, то следующий мой кадр будет уже стабилизатором. Андрюшка запустил коптер. В общем, следующий кадр, думаю, будет с коптера уже красивый какой-то. Это очень ответственный момент. Мы в городе, в центре города решили запустить. Итак, куда же нас заведет этот длинный коридор? Лимончик. Быстрее. Вот третий этаж, котик. Третий этаж здесь. Вы пришли? Насколько же здесь красивые картины. Вау. Настоящее масло. Это же настоящее все, я думаю. Да ну ты что, лучше не трогать. Я думаю, вот это так красиво, чтобы ничего не повредить. Сейчас будем распаковывать мой стабилизатор. Как что, мы видели уже один. Я думаю, мне интересно будет второй раз смотреть. Вот такой вот будет он. Сейчас ему останется распаковать, собрать. Не слишком нужно ходить. Ну что, тебе понравилось, Андрей, сегодня? Нормально. Мне тоже очень понравилось. Там много чего нам рассказали интересного. Сейчас будем ехать домой. Только что тестировали дрон. Он за нами летел за машиной. Да. И вы эти кадры скоро увидите. Да. Сейчас мы едем уже. Заберем заказ наш. Мы еще заказали домой еду. Вкусненькую. Суши. И я заказал тебе сало-цедр. Ой, спасибо большое. Вот мне интересно, ребят. Здесь устрицы в аквариуме. Это в Карстик. А для чего их положили в сетку? Чтобы они не убежали? Ну да. И так бедные устрицы не убегут никуда, потому что они в аквариуме. А еще в сетку их посадили. Да, котик? Я же лучше не хочу. Ты больше не хочешь устрицы? Нет. Тебе не понравились? Так, в районе 15 лет. Спасибо. Здравствуйте. В общем, наши планы резко очень поменялись. Мы были вообще уже возле кальянной тяга. Миша говорит, не, мы сегодня не будем. Мы сегодня дома. Пришло у него сообщение от него там 6 часов. Хорошо, говно вопрос, блядь. Не будем так, не будем. Мы такие со Снежкой. Ну не будем. Уже приехали, блядь, практически домой. Зашли, забрали суши. Звонит Миша, а вы где, блядь? В смысле? А мы в тяге. Ты сказал, что ты не будешь, блядь, там. А я тебе сообщение отправил. Нету никакого сообщения, да? Ну мы в тяге. Я говорю, круто. Мы как раз находились. У нас происходила эта встреча, Ютуб. Сразу вот в 100 метрах. У нас была улица Антоновича 40, а тяга Антоновича 50. А Миша, короче, говорит, а я отправил тебе сообщение, что мы передумали. А оно ни хрена не пришло, типа. Я говорю, Миша, я не знаю, что там отправлял, но у тебя стопудов-то написана ошибка, потому что я это сообщение не получил. А, да. Бля, ну обидно. Ну ладно, в следующий раз. А вы же типа уже курили? Я говорю, нет, ты же сказал, что ты не будешь курить. Типа, то и мы как-то не пошли. Мы думали, ладно, поехали домой. А, ну подержать. Миша, говорю, мы уже возле дома, на окраине, а ты в центре Киева. Да что тут вечером ехать, дорога пустая, бля, минут 15. Миша, чтоб ты так, когда нам что-то это, я тоже ездил. Минял свои планы, бля, бля, хомука. Как мы, то ради, чтобы вам и компанию составить. Честно, едем, ну, чуть-чуть попросить и компанию составить. Мы же просто уже, дайте, так уже настроились домой. Уже суши забрали. Я к вальдикам полетал. Ну, ну все, сейчас домой. Монтаж будет дома. Будем монтировать, работать. Просто обидно, что мы были тупо уже там. Вот мы видели эту кальянную. Мы просто взяли Дину, завезли его домой и все. Но эту кальянную, уже мы возле нее были. И тут Миша, бля, а вы где? Ну все, уже едем. А позвонить нельзя. Так что, ребят, если вдруг вы тоже смотрите на ложек, с кем-то что-то договариваете, не пишите смс. Ну, позвоните, скажите. Потому что смс не всегда можно прочитать. Там, ребят, там какие-то планы поменялись. Мы же все-таки встретимся сегодня. Все, главно вопрос. Это вам всегда урок на будущее. Лучше позвонить. И уточнить, чем писать смс, даже которые могут не дойти. О, ладно, едем, ребят, отдыхать. Домой мы не доехали, короче. Вот наши друзья едут. Сейчас, в общем-то, ребятушки, снимаю на стабилизатор. Смотрите, какой плавный кадр. Вообще, раз фокуса нету, так все хорошо, плавненько, ровненько. А сейчас на котика поверну еще камеру. Оно само доворачивает еще. Да, это идем. Очень. Сразу фокус Андрея взяла. Да? Да. Котя, только смотри на дорогу внимательно. Перед сном на массажик. С киндером. Киндер. А ну, на тебя фокус. Скажи всем привет, киндер. Скажи папа. это по-жакошски папа скажи папа киндер пингви я люблю киндер пингви киндер пингви я люблю киндер пингви я люблю киндер пингви киндер пингви киндер пингви я люблю да реклама киндера ох как микки танцует и 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